Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете. Май 2017 год. В Канаде произошло самое крупное за последние 50 лет наводнение. Всего от наводнений пострадало 187 городов и муниципалитетов. В России на Московскую область обрушился разрушительный ураган. Были обесточены 102 населенных пункта. На Бангладеш обрушился ураган Мора. В Южной Корее, в городе Канын, лесные пожары вынудили покинуть свои дома 2500 жителей. В Кении город Момбаса пострадал от сильных наводнений. За сутки выпало 235 мм осадков. Свои дома вынуждены были покинуть 9000 человек. 70% домов острова Сен-Мартен были повреждены. Эвакуировано свыше 475 тысяч человек. В следствии продолжительной засухи высохло глубоководное озеро Атескотемпа в Гватемале. В Бразилии 30 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в связи с возникшими наводнениями. В Чили, самом засушливом месте планеты, пустыне Атакама, где за последние 40 лет не выпадало значительных осадков, произошли масштабные наводнения. В городах Кокимба и Ла-Сирена 11 тысяч жителей были изолированы от внешнего мира вследствие размытия дорог. На севере страны были затоплены 3000 домов. В США, в штате Джорджия, огонь распространился на 52 тысячи гектаров леса. Когда Всевышний сталкивает вас на острие проблемы, доверяйте Ему полностью, потому что могут произойти две вещи. Либо Он поймает вас, когда вы будете падать, либо Он научит вас летать. Сатья Саи Баба Примеры доброты Анджели Дельфанью или Ангелы из глины так стали называть неравнодушных людей, которые прибывают в места, пострадавшие от сильных наводнений, для оказания помощи населению и содействию по восстановлению региона. Когда 4 ноября 1966 года на Флоренцию сошел селевой поток, в город съехались тысячи молодых добровольцев, чтобы спасти произведения искусства, картины, статуи, старинные книги и артефакты. Так впервые появилось это название, о котором миру поведал журналист Джованни Градзини, написав статью в газете «Курьера де ла Сера». Это был один из первых примеров спонтанного объединения итальянской молодежи в стране. Ангелы в последующем объединялись и позже, Веченцы, Генуя и Парми, чтобы помочь пострадавшим от наводнения, в 1970, 2010 и 2011 и в 2014 годах. Одно из последних объединений итальянской молодежи в 2014 году помогло восстановить улицы города Генуя за 4 дня. Коммуникация добровольцев происходила через социальные сети. Также были предотвращены случаи мародерства. Благодарные жители города развесили по всему городу плакаты с теплыми словами в адрес своих спасителей. Если ангелы из глины способны восстановить город за пару дней, то на что могут быть способны ангелы, состоящие из величайшей силы, для которой нет ничего невозможного, из любви? А может, каждому из нас пришло время стать ангелом, сотканным из любви? Ведь помогая другим людям, в духовном смысле, ты помогаешь и себе. Таким образом, ты можешь помочь себе гораздо больше, чем врач, временно спасающий твое материальное тело. Из книги «Аллатра» Анастасии Новых. Объединение людей — залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность от заведомо мёртвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Продолжение следует...